А в Брянской епархии состоялись 17-е рождественские образовательные чтения 80-летия Великой Победы, память и духовный опыт поколений. Региональный этап церковно-общественного форума предваряет 33-е международные рождественские образовательные чтения, которые пройдут в Москве. В актовом зале епархиального центра подготовки церковных специалистов собрались участники церковно-общественного форума. Среди них представители областной думы, департамента образования и науки Брянской области, региональные уполномоченные по правам ребенка, руководящие состав вузов, педагоги учебных заведений, духовенство, руководители, сотрудники отделов Брянской епархии, студенты вузов и колледжей. Россия для ее великого будущего необходима твердая идейная основа, которая будет центром национального сознания и сможет сплотить ее народ вокруг высочайших нравственных ценностей. И самым наглядным, да и к тому же все еще близким нам хронологически ее примером является жертвенная любовь к ближним, которую явили миллионы наших соотечественников, каждый из которых внес неоценимый вклад в общую победу. Одними словами, научить любить Родину нельзя. Потому наши отношения, наша искренность, наш пример становятся связующим звеном между славным прошлым и великим будущим, отметил Владыка. И поблагодарил за труды во благо общества и государства всех, кто каждодневно служит Отечеству, воспитывая молодежь в духе любви к нему и ответственности за него. Церковь взирает на минувшую войну не так, как смотрят на нее историки или политики. У Церкви особый взгляд, особый угол духовного зрения. Именно Церковь является хранительницей той великой правды, что все в мире проистекает ос соприкосновения добра и зла. Во все времена православие является духовной опорой, помогает преодолевать самое тяжелое испытание, с которыми сталкивается наше Отечество. И сейчас, в период, когда мы переживаем специальную военную операцию, вера играет особую роль в формировании русской идентичности и нравственных ценностей общества. Сегодня нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, сохранение исторической памяти и преемственности поколений приобретает особое значение. Приветственное слово епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира зачитал руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации протерей Алексей Гутеров. Прозвучало и приветствие от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза. Обучая наших детей вере, передавая им духовный опыт поколений, перевивая им любовь к России, ее истории, культуре и традициям, мы тем самым помогаем нашим детям обрести твердую нравственную опору. В торжественной обстановке состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем губернатора, священнослужителям и епархиальным сотрудникам по сохранению духовно-нравственных ценностей среди населения. Программу разнообразило и выступления учащихся воскресной школы Вознесенского храма Брянска, посвященные победе Великой Отечественной войне. Мы весной поднимаемся в полный рост, головами касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с кромешной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой. Состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Времен, связующая нить», посвященного 80-летию победы. По завершению пленарного заседания прозвучали доклады других участников, а затем региональный этап чтений продолжился работой секций и круглых столов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok